Сынок, желаешь ли тост прямиком из нашего абсолютно нового тостера Крэндалл с автоматическим контролем румяности? Нет? Может тогда тебе захочется поиграть в Рейд Шадоу Леджендс? Вот ты по ту сторону монитора мог когда-нибудь представить, что в такой небольшой телефончик может поместиться такая замечательная игра, в которой около 500 чемпионов, множество вариантов развития, миллионы артефактов и много чего ещё? Эх, вспоминаю Рейд, а какой он был тогда и какие интеграции я делал по нему? А пока что знаете, что спонсором данного познавательно-образовательного ролика является Рейд Шадоу Леджендс? Да пронзит что-то там в небеса Да, а время летит незаметно А вообще за столь большой промежуток времени игра успела обрасти контентом Роковая башня, гигантская башня со 120 этажами уровней, секретами, приколами, испытаниями и множеством восхитительных наград Плюс ещё успели добавить аж 14 новых героев, если зайдешь в игру прямо сейчас, то получишь подарочки, один день ускоренной прокачки, запас энергии, древний осколок, 50 рубинов и даже сможешь урвать чемпиона по кличке Вал А теперь серьёзно, поддержите каналчик пожалуйста, перейдите по ссылке в описании, скачайте игру и тем самым вы поможете мне набрать так называемых инсталлов, или же говоря русским языком, скачиваний Следите за этим числом в описании Рейд Шадоу Леджендс Качай и играй прямо сейчас Наш молодой шутнира Стив насладился сладкими снами и снова очутился в уже родном для него урожайске Как вы можете заметить, ничего не поменялось Мама всё так же переводит тесто на печенье, а братишка смотрит телевизор Кстати, по просьбе многих я так и взялся и озвучил все диалоги, дабы вам не приходилось свои глазки напрягать Ну чё тебе нужно Стив? Всё ещё болеешь, да? Так и есть, походу у меня гриб Может быть, ты себя стал бы чувствовать лучше, если бы вырубил телек и лёг в постельку? Или может быть ты был бы тише с пером в бочине Что? Ныне наша задача вернуться к масонскому челику и узнать, чё почём хоккей с мечом Я так понимаю, ты всё-таки желаешь быть посвящённым в тайны ордена урожайной луны Да, я желаю знать то, что знаешь ты Чудесно Ситуация теперь такова Заполнение бумажки на вступление было лишь началом нашего пути И теперь это, дабы доказать, что мы достойный чел на максималках Нам надо выполнить серию рофельных поручений, которые масончик называет Самые обычные пранки Серьёзно Ничего сверхъестественного Брифинг первого задания был таков В урожайске живёт мистер Джонсон, чья единственная радость и гордость жизни Машина Такер Стиву необходимо взять и оставить на машине Царапку и... всё Самый обычный пранк без подвоха Изначально я хотел схитрить и убить мистера Джонсона, дабы потом втихарину поцарапать машину Но Стива за это поймали Отругали за столь идиотское преступление средь бела дня и отвели на казнь Помогите же мне кто-нибудь Да что вам людям от меня надо? Пора бы пацана к розетке подключить, верно, товарищ масон? Нет сомнений, что необходимые тебе ответы ты сможешь найти лишь в ложе Но чтобы их узнать тебе надо как бы... Быть живым Кстати, в американском жаргоне мистером Джонсоном часто называют писюн Короче, мой радикальный метод дал сбой Придётся поиграть по правилам Для этого необходимо с помощью эротической смазки смазать ключ от канализации торчащей Достать его И далее случается трактор, превращающий день в ночь Таким макаром совершенно внезапно квест по виду И звуку становится похож на Metal Gear Solid И именно теперь можно спокойно и не боясь посторонних взломать люк И под землёй на крысичах пробраться до гаража мистера Джонсона Где стоит его машина и кое-какие вещи, наводящие на странные мысли Например, плакат С лучшим томбоем 1948 года Эх, времена идут, а предметы интерес одни и те же Но да ладно, пора бы уже сделать свое грязное дело Совершенно неожиданно задание оказалось без подвоха И я успешно сдал его Масонскому челику А тот в свою очередь похвалил нас И без какого-либо промедления поведал нам про задание Следующего дня Украсть у пожарных рулон Бизарной ткани Коя им весьма дорога Однако всё это будет завтра А сейчас же нас отправляют спать Как вы могли заметить Если сразу же в первый день со всеми поболтать То дни сами по себе начнут пролетать куда незаметнее И вот день третий Нам необходимо украсть рулон ткани у пожарных Однако внезапно братишка нас удивляет новостью о трагедии Я слышал, что кто-то похитил Карен Маленькая мисс Идеал станет знаменитой Её личико напечатают на упаковке с молочком Чё? Серьёзно? Ага Ну да ладно Не будем о грустном Я уже вижу, как вы там приуныли И поэтому приготовил для вас веселячий диалог С грустным мистером Джонсоном Горюющим по своей покорёженной машине Мой такер, мой малыш, моя бедняжка Я найду того, кто сделал это Я убью их Побью до смерти Я же говорил шерифу поднять патрули Но всем пофиг Никого не волнует проблема толстяка с хромой писькой Что ж они у меня заволнуются Они заволнуются Ну а теперь орлончики пожарской ткани и наши пакости Во-первых, пакостить мы также обязаны ночью А во-вторых, собака Ночью в пожарной части будет сидеть пёс Который своим лайм легко выдаст нас ментам Как мы помним, со слов одного из пожарных Пса легко можно заткнуть куском мяса Однако и тут не всё так просто Мясо нам выдадут на работе отца Только по подписанному разрешению батей Который сейчас заперт у себя в комнате На всё том же отдыхе И вот тут-то мы с вами остановимся Дверь в комнату закрыта Так что я выключаю сигнализацию И используя инструменты Ломлюсь через решётку в комнату отца Ииии Представляю вашему вниманию родительскую комнату А вот и папа Стив! Это ты? Пришёл проведать своего бедолагу старика, да? Вы мой папа? Серьёзно? Я чё-то вас совсем не помню Пожалуйста! У меня нет настроя для шутнярств. Да я серьёзно, ну почему? Мне вообще никто не верит. Что ж, ты всегда был шутняр, Стив. Главное, не смеши меня. О, помни про швы. Боже мой, что мама сделала с тобой? Она же не знает, что ты здесь. Не знает. Далее между отцом и Стивом случается самый безройный и правдивый диалог по душам. Батя раскрывает перед сыном всю суть семейной жизни. Когда мужчина и женщина любят друг друга, они идут в тихую комнату и закрывают дверь на как минимум три замка. И подпирают её стулом, чтобы вот вообще никто не смог зайти. Они раздеваются и достают скальпели самых разных форм. Короткие, длинные, искривлённые. Затем мужчина лезет на женщину и они вместе с колючей проволокой. На этом Стив прерывает отца, так как видит, что тот уж совсем на грани. И вообще, нам бы получить от папы подпись для мясного пропуска, а не вот это вот всё. И далее всё как по инструкции. Пропуск, мясо, трактор превращает день в ночь, а солит Стив движется в пожарную часть. Мы внутри. Сразу же кормим пса и делаем весьма странное открытие. Та-дам! Ёперный театр, ты что здесь делаешь? Всего лишь сижу и жду, когда меня нарисуют. То есть ты тусуешься здесь всё это время? Я даже не есть человек, Стив. Я объект. Тебе бы запомнить это. Человек есть его работа. Когда-нибудь ты это поймёшь, а если нет, то это будет неважно. Ведь тогда ты будешь мёртв. Мёртв? Ты заполнил форму для вступления в ложу? Ну да. Ну тогда всё в порядке. Далее этот прекрасный атлант предполагает, что мы пришли за куском ткани и с радостью подсказывает, где она лежит. Мы её забираем и валим отсюда в следующий день. Вроде бы всё норм, и игра идёт в своём странном, но относительно приемлемом ключе. Изысканная ткань. Масон в восторге от нашей выходки, а все в горде в голос гиёчков, которые устроили в пожарке, настоящий батл-рояль подозревают друг друга в граже. Нам же теперь дают следующее задание. Украсть красивую барберную штуку из барбершопа. Опять же, всё весьма рофельно и безобидно. Блин. Похоже быть, шутняры реально прикольно. Так же прикольно, как спалить учителей в школьной кладовке за занятием непотребностями. Хе-хе-хе. Ну да ладно. Для взломов в здании необходим определённый инвентарь, на который нужны деньги. Где же их взять, спросите вы? На самом деле, достаточно легко. Дочка Эдны всё ещё не нашлась, а значит, если её найдём мы, то сможем заработать бабос. Правда, конкретно тут стоит быть максимально внимательным, ведь просто так её не увидишь. Для начала стоит прогуляться по кладбищу и обнаружить под столом свежевскопанную землю. Вскопав этот бугорок, мы обнаруживаем изуродованный труп Карин. Из её трупа вырвали позвоночник с черепом. Её тело настолько изуродовано, что узнать её можно только по платью и детской сумочке. Берём сумочку, относим Эдни, слушаем её плач и забираем награду за хоть какую-то находку. Кстати, в это сложно поверить, но на самом деле девочку можно было спасти. Если бы мы прошлой ночью зашли на кладбище, то увидали бы, как девочку закапывает мистер Потсдом. Ах ты негодный жирафуфел. Однако я Дивулю не спас и в награду за это услышал уморительное объяснение того, что на самом деле случилось с Карин. Карин была дружелюбной малой. Может быть с кем-то она была даже слишком дружелюбна. Вертелась вокруг, лезла на коленки, чмокала. Умеясь лишь один термин для таких девочек. Шлюха! А вот маман Стива относится ко всему этому с позитивом и надеется, что несмотря на смерть дочурки, Эдна всё равно сварганит печенюшки для ярмарки. Ведь нельзя позволять семейным трагедиям мешать выполнять свои обязанности. Мы закупаемся и снова трактор превращает день в ночь. Наш гехидный мальчонка Стив ломает стекло и откручивает барберский рофал. Ух ты какая жуткая овечка. Наши пакости спешны, а новый день не заставляет себя ждать. Ну и в общем-то на пятый день, даже вроде бы такой странный сказ о шутняре, сумел меня поразить. Радостными новостями обрадовала нас мама. Слыхал, что случилось в барбершопе. Кто-то ворвался в салон по стороне и украл его старинный барберский шест. Сразу утром по стороне дотронулся до оставленных нерях и вором проводов и сгорел заживо. Так и надо этому чертовому иностранцу за то, что приехал в наш урожайск и скрысил выгодное рабочее место. Угу. Ох, если бы твоему отцу хватало бы горшка и ножниц. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы нормальный мужик делал бы себе всякие моднявые прически. Так все и происходит. Сначала ты делаешь бабскую челочку, потом бац, ты коммунист. После столь любопытной точки зрения я мгновенно побежал к парикмахерской пастероли и чуть не помер со смеху. Ой. Я ожидал, что масон сругает нас за внезапную смерть постороннего, однако он оказался доволен нашими деяниями. Шок. Смерть итальянца его вообще не смутила. Если есть случай, он продал фразой «Сэ ля ви». Теперь Стив готов к своему финальному пранку во имя Ордена Урожайной Луны. Ему нужно спалить дотла кафешку Эдди Флиц Патрик. И нам желательно справиться с этим побыстрее, ведь совсем скоро в городе начнется обязательная сдача крови. Поверьте мне, это вполне полезное предупреждение. Конкретно пятый день пребывания тут весьма необычайен многими событиями. Например, если Стив решит навестить Стефани в кои-то веки, то та намекнет на свое одиночество и нарастающую привязанность к Стиву. Может быть мы и не помним друг друга так долго, что уже отзываются внутренние чувства. Чувства сильные. Может быть у тела есть своя память. Давай выясним это. Я хочу тебя. Давай займемся любовью. Я тоже хочу тебя. Тогда возьми меня. Сейчас. Я тоже хочу тебя. Эх, на этом бы закончить ролик, да дать вам все произошедшее переводить, да вот хуй вам. Хе-хе. Необходимым ингредиентом для идеального поджога будет клей. Просто мы с помощью него прикрепим формочку для выпечки на детектор дыма, чтобы, ну, вы поняли. И прежде чем я начну рассказ, вот вам небольшое предисловие для понимания дальнейшей ситуации. Очень часто в это время года в урожайск приходят бомжи и умирают просто вот так вот. Без какой-либо очевидной причины. И именно по этому поводу будет проведена ярмарка с торговлей печенюшками. Все полученные деньги будут потрачены на оплату покоронных услуг для нищих. А хранить их будет мойный хайм. У него, кстати, уже есть труп одного бомжа, который, по его словам, просто взял и умер. Вот так, совершенно внезапно. Однако, если присмотреться, то можно увидеть явные раны насильственного происхождения. Обвиняем грабовщика в убийстве. И тот пытается откупиться от нас тюбиком клея. Мы принимаем взятку и прощаемся с ним. Трактор превращает день в ночь. А город не особо-то и засыпает. В школе проходит долгожданная ярмарка, а дверь экстренного выхода закрыта с другой стороны. Ядришки, да вы же все одинаковые. Господи, что за ужасные слова. Верно, девочки? Верно. Внезапно узнается о внезапном поджоге телевизионной студии. Мы-то, конечно, понимаем, что это устроил почтальон. Но для всех остальных это останется загадкой. Мы же не теряем времени зря и идем устраивать диверсию в кафешке бедной мамашки. Дело сделано. Смело вступаем в следующий день. Ой, и конкретно начиная с этого дня игра начинает переходить даже те границы, которые были относительно приемлемы даже для меня. Первые моменты более странных странностей случились дома. Хэнк, что? Зачем ты сидишь перед выключенным телевизором? Кто-то сжег весь телеканал. Ничего не показывают. Ничего. Вот честно, Хэнк, ты ведешь себя как алкоголик. Я же говорила, что этот чертов телевизор покалечит тебя. Просмотр телевизора не может покалечить мам. А вот отсутствие телевизора очень даже может. Следом Стив разговаривает с мамой, которая крайне расстроена пожаром, провалившаяся ярмарка печенья и что ее жизнь больше не имеет смысла. А потом случается это. Что с ней не так? Уйди, моя малышка! Боже! Ой, да все не так ужасно. Я их просто хлопну обратно. Видишь, прям как новенькие! Следом я решаю посмотреть на руины тех зданий, что сгорели ночью. Что ж, могу вас обрадовать! Наш актерских дел мастер теперь считает персонаж из Нью-Вегаса! Эй, не найдется ли монетки для Бакару, от которого отвернулась удача? Дальше лучше. На очереди кафешка Эдны. И конкретно тут я советую вам приготовиться. Из-за этого пожара сердце Эдны не выдержало, и она повесилась, оставив предсмертную записку, в которой сказала, что жизнь, она знаете ли, совсем не сахер. По итогу ее труп висит над барной стойкой, а печально шериф смотрит на нее и со слезами уплетает пирог. Но и это совсем не все. Если бы мы все-таки спасли Карин, то ситуация, а после пожара, была бы совсем иной. Повесились бы они обе. Масонский челик радуется. Мы справились с заданиями на отлично и буквально готовы войти в здание ложа. Однако, осталось лишь дождаться официального приглашения, которое будет буквально скоро в наших руках. Надо лишь дождаться. С этими радостными новостями я помчался к Стефани и мигом понял, случилось что-то нехорошее. Никто ничего толком не говорит. Отец расстроен по поводу того, что мяса ему походу не видать, а мама предлагает Стиву прохладительные напитки, пока все сидят и ожидают шерифа. Вскоре он приезжает, и тут начинается такое. Ладненько, теперь ты можешь войти, сынок. Боже, неужели это то, о чем я думаю? Да, это позвоночник. Думаете, это Стефани? Сходство вижу, но сам точно не уверен. Еще пирога, шериф? Пирога? Вы не осознаете, что случилось? Конечно, осознаю. Уже представляю себе слухи в родительском комитете. Неужто это был... Суицид? Че-то я не помню, чтоб себе кто-нибудь вырывал позвоночник. Не для протокола. Нет, это не суицид. Все, что я могу сказать... Эта смерть произошла естественным путем. Естественным путем? Сынок, без позвоночника ты жить не сможешь. Это вполне естественно. А вот от пирога я, кстати, не откажусь. Сейчас принесу. Я не могу поверить в это. Ужасно. Поверь мне, рано или поздно осознаешь, что все это лишь часть бытовухи. Единственная улика, что у нас есть, это карточка на ее подушке. Возьми и глянь сам. Урден урожайной луны приглашает Стива Массона на вступление в Орден. Да это же считай признание. Признание в чем, сынок? В убийстве. Вы же здесь именно, чтобы расследовать, так? Сынок, никто не расследует естественные смерти. В этом нет смысла. Тогда я доберусь до сути сам. Да. Увиден, что доберешься. Еще пирога, шериф? Если вы не против, я не откажусь. В общем, Стефа не убили. Или же не убили. Стив точно не знает. Он забирает приглашение в ложу и даже пытается забрать позвоночник, но шериф обзывает его больным ебанькой и прогоняет. Что ж, я даже хзшу вам сказать. Это, конечно, шокирует, но, блин, хотя бы у нас есть приглашение в ложу. Ты получил приглашение, но так и не принес его сюда. В общем, приглашение совсем не карточка, а позвоночник с черепом. И лишь принеся их сюда, мы заслужим прохождения в ложу. Однако, дома уже ничего не осталось, и нам придется идти на кладбище и прорваться в фамильный склеп Потсдомов, где меня ожидает дикая копченая собака. И лишь теперь с позвоночником в руках. Стив является перед мужиком в халате, и тот произносит речь радостную, мол, ожидают Стива испытания, намекает, что возможно, Стефа не жива, и вручает нам особый масонский кинжал. Твоя инициация в ложу начинается. Наконец-то! То, что вы так долго ждали! Хе-хе-хе-хе, стоп, подождите. Чтоб посмотреть третью серию урожайска, вам нужно вставить второй диск? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Какая досада! Кстати, если после всего этого не входить в здание ложи, а отправиться домой спать, то на следующий день нас принудят поучаствовать в городской сдаче крови.